Взрыв При ядерном взрыве происходит заражение местности и находящихся на ней объектов радиоактивными веществами. Для выявления масштаба заражения местности и уровней радиации проводится радиационная разведка. Наземная радиационная разведка ведется химическими разведывательными дозорами с помощью специальных приборов. Научить личный состав ведению радиационной разведки – цель тактика строевых и тактика специальных занятий. Побываем в одном из лучших подразделений химических войск. Здесь учебный материал отрабатывают в логической последовательности, во взаимосвязи с пройденным материалом по специальной подготовке, по защите от оружия массового поражения вероятного противника, инженерной, разведывательной, физической, огневой подготовки, военной топографии, подготовки по связи и другим дисциплинам. Все они – слагаемые успеха подготовки воина-химика. Высококачественному проведению занятий способствует тщательная подготовка к ним командиров отделений и взводов, творческий подход к обучению подчиненных. Офицеры уделяют большое внимание командирской подготовке сержантов, повышению их штабной культуры, учат правильному и грамотному оформлению карт, донесений, докладов. Командиры взводов при подготовке и проведении занятий применяют передовые методы и формы обучения. Насколько хорошо руководитель подготовится к занятиям, настолько поучительно, интересно и методически правильно будут они проведены. В часы самостоятельной подготовки к занятиям широко используются технические средства обучения, учебное кино и телевидение. На вооружении подразделений радиационной и химической разведки химических войск стоят следующие разведывательные машины. Разведывательная и химическая машина РХМ. Химическая разведывательная машина БРДМ-2 РХ. Химическая разведывательная машина ВАЗ-469 РХ. Все они оснащены специальными приборами и оборудованием для ведения радиационной и химической разведки. Имеющиеся на химических разведывательных машинах средства разведки позволяют обнаруживать отравляющие вещества в воздухе, на местности, материальной части и устанавливать их тип, группу. Измерять уровни радиации на местности и степень зараженности поверхности различных объектов, воды и продовольствия. Вести неспецифическую биологическую разведку. Определять местонахождение движущейся машины на местности. Оповещать личный состав о радиоактивном, химическом и бактериальном заражении. Обозначать зараженные участки местности на направлениях действий или маршрутах движения войск знаками ограждения. Докладывать по радио о результатах разведки. Экипажи с помощью установленных на машинах приборов и специального оборудования могут вести радиационную, химическую, биологическую разведку при движении машин, коротких остановках и с выходом из машин. Для успешного выполнения задачи необходимо хорошее материальное обеспечение. К нему относятся. Штатная машина отделения Личное оружие Войсковые измерители дозы Индивидуальные средства защиты Кодированные карты, схемы, радиоданные и таблицы сигналов управления Накануне занятия командир отделения изучает с личным составом соответствующие разделы уставов, наставлений, руководств, инструкций и учебников. Тема занятия Действие отделения в химическом разведывательном дозоре Цель научить личный состав отделения в зоне радиоактивного заражения Учебные вопросы Первый Постановка задачи отделению и подготовка к разведке Второй Разведка направления через район ядерного взрыва Ориентирование на местности в движении Третий Действие отделения при встрече с высоким... План проведения занятий определяет учебные вопросы и последовательность их отработки Для занятий выбирается такой маршрут, который потребует ведения разведки не только на машинах, но и в пешем порядке На нем должны быть различные препятствия Обраги, завалы, водные преграды, разрушенные мосты Имитировать радиоактивное заражение местности можно несколькими путями Пригонная команда на выбранном участке маршрута устанавливает аппаратуру радиационной разведки учебную АРРУ Она состоит из войсковой радиостанции Р-105М с усилителем мощности УМ-2 Телескопической антенны или антенны типа наклонный луч И приемного устройства В частях, где нет учебной аппаратуры радиационной разведки Используются тренажеры приборов радиационной разведки ТДП-3Б и ТДП-5В А также источники гамма-излучения, перевозимые в контейнерах Можно также использовать специальные таблички с числовыми значениями уровня радиации Обучаемые при встрече с ними обязаны нанести эти значения на свои рабочие карты и передать радиограмму Штатный взвод радиационной и химической разведки, как правило, обеспечивается однотипными машинами В нашем фильме представлены три разновидности разведывательных машин Отделение выводит в поле командир взвода Он помогает сержантам в обучении подчиненных При необходимости разъясняет и показывает порядок действий Противник ведет бой в 12 километрах южнее Кузнецова В 8 часов он нанес ядерные удары по боевым порядкам наших войск Отделением к 8.35 быть готовым к ведению радиационной разведки по трем маршрутам Машины к разведке подготовить! Машины к разведке готовятся в соответствии с требованиями норматива по специальной подготовке КОНЕЦ Для ориентирования в условиях ограниченной видимости и на местности, подвергшейся ядерным ударам, используется навигационная аппаратура. Она устанавливается на машинах БРДМ-2РХ и РХМ. Вспышка справа. Защитную одежду надеть. На полевых занятиях отрабатываются навыки длительного пребывания в средствах индивидуальной защиты. Тренировки завершаются выполнением нормативов. Товарищ старший лейтенант, машина к разведке готова. Старший сержант Перов. Встать в строй. Есть. Ориентирую. Север в направлении отдельной Березы. Сведения о противнике прежние. Взводу поставлена задача провести разведку маршрутов. Маршрут номер один. Гора Черная. Отметка 107.0. Отметка 103.2. Гора Северная. В ходе разведки определить и обозначить уровень радиации... Командир взвода ставит задачу командирам отделений на ведение радиационной разведки маршрутов. Связь со мной по радио. Частота 225,5. Уровни радиации можно задавать также вводными при помощи системы конвертов, которые вскрываются возле определенных ориентиров. К машинам. К разведке приступить. Ориентирую. Север в направлении отдельно стоящей Березы. Сведения о противнике прежние. Отделению приказано провести радиационную разведку по маршруту номер два. Лесопосадка Солнечная. Отметка 161,4. Отметка 204,7. Гора Круглая. В ходе разведки определить и обозначить переднюю и тыльную границы заражения маршрута. Старшему химику-разведчику с началом движения включить приборы. Во время движения вести наблюдение за противником и местностью. Водителю-химику скорость ведения разведки 30 км в час. Разведку начать в 8 часов 35 минут. Закончить в 9 часов 35 минут. Исходный пункт разведки. Лесопосадка Солнечная. Конечный. Гора Круглая. После выполнения задачи прибыть на восточную окраину горы Круглая. К машине, к разведке приступить. С момента подачи команды на ведение разведки отрабатывается норматив по тактике специальной подготовки. При ведении разведки на машине в исходном пункте командир отделения отмечает показания спидометра, дает команду включить дозиметрические приборы и начать движение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА При встрече с зараженным участком, средства защиты переводятся в боевое положение. Обозначается граница заражения знаками ограждения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уровни радиации командир отделения наносит на карту и докладывает руководителю занятия по радио с использованием кодированной карты и таблицы сигналов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА При встрече с препятствием расчет принимает меры к его устранению или объезду. При этом могут отрабатываться элементы разведки в пешем порядке. Командир взвода контролирует действия обучаемых. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В ходе занятия командир взвода добивается от сержантов своевременного реагирования на все изменения обстановки, принятие обоснованных решений, уверенного командования подчиненными. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вас понял. Маршрут следования. Ивантеевка, Южная коллекция Бисерова, отметка 135,3. Учит отрабатывать действия по вводным о нападении противника и встрече с препятствиями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А вот знакомый указка, которую устанавливала полигонная команда. Определив время, уровень радиации, координаты, командир отделения докладывает по радио эти данные руководителю занятия. Таран, я Беркут. 231, 435, 536, 953, 711, 137. Таран, я Беркут. Возможно, он не будет власти, или не улетел. Помните, конверт скрыть в разрушенной церкви. Теперь командир отделения закодирует и передаст радиограмму с указанием координат и уровня радиации. Таран, я Беркут. 163, 590, 627. Обозначив тыльную границу зараженного участка маршрута, разведывательная машина направляется на пункт сбора. Продолжение следует... После прибытия отделения в пункт сбора командир организует дозиметрический контроль разведывательной машины и личного состава отделения. В случае заражения машины выше допустимой нормы, командир расчета организует ее специальную обработку с помощью штатных средств. Могут использоваться также штатные машины специальной обработки. Во время специальной обработки командир отделения добивается правильного и сноровистого выполнения нормативов, а также соблюдения необходимых мер безопасности. По окончании обработки все использованные при дезактивации материалы закапываются. Защитная одежда собирается в укладочные мешки. Затем командиры отделений докладывают командиру взвода о результатах разведки и выполнении учебного задания. Старший сержант первого отделения представляет карту с нанесенным на ней зараженным участком маршрута. С целью контроля и самоконтроля передачи радиограмм целесообразно использовать кассетный магнитофон. Кроме того, вы неправильно передали координаты в квадрате 125, 327. После отработки учебных вопросов командир взвода проводит разбор занятия, объявляет оценки. К машинам! На этом занятие на полигоне заканчивается. Продолжение следует... После окончания занятия организуется техническое обслуживание приборов, вооружения и техники. Продолжение следует... Продолжение следует... На всех занятиях следует прививать солдатам и сержантам уверенность в выполнении своих задач в условиях реального применения противникам оружия массового поражения, в надежности вооружения, специальной техники, приборов и индивидуальных средств защиты. Воспитывать у них активность и инициативу, смекалку, находчивость, физическую выносливость, смелость и решительность, ответственность за выполнение поставленной задачи. Продолжение следует... Продолжение следует...